Виртуальная реальность 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 Мне кажется, это очень непросто. Так вот, это значит какие-то изменения совершить. То есть поменять себя, войти туда, понять, что мир не такой, а он вот такой, вот эта виртуальная реальность. И ясно, что такой человек начинает меняться потихонечку, меняет окружающую жизнь вокруг себя, меняет свои связи, возможно, там какие-то личные отношения. И, естественно, потом в конечном счете именно он может и поменять и окружающую среду, внести какие-то изменения в экономику, в политическую систему, что-то скорректировать. То есть именно такой человек может участвовать в модернизации. И поэтому мне кажется, что большая ошибка, что мы сейчас, внедряя государственную программу информационного общества 2010, извините, 2011-2020, представляете, до 2020 года рассчитана программа, мы все-таки увлечены больше технологиями, внедрением технологий. Мне кажется, это огромная ошибка, потому что, когда мы занимаемся только технологиями, а все-таки комплексно не решаем все вопросы модернизации, и не учитываем социальную составляющую, мы будем иметь огромные проблемы. То есть модернизация, может быть, она и будет идти медленно, но мы будем иметь огромные проблемы с людьми, в первую очередь в регионах. А кто вообще, вот так вот еще поговорим, может участвовать в этой модернизации? Наверное, все-таки люди очень и очень свободные. Политический элит этого не сделает. Около круги, да, околополитические, тоже, наверное, потому что опыт у нас уже был. Помните, перестройку, которая провалилась, потому что понимали, что надо делать, только очень узкие и малые круги в руководстве страны, а народ был выключен. Вот если народ будет участвовать, то тогда есть надежда, что все это осуществится. Поэтому как раз вот компьютерная грамотность – это то окошко, вот та возможность сегодня, через которую можно начать эти изменения делать в человеке. Он изменится, будет изменять, как я уже сказал, все вокруг. И, конечно же, мы считаем, нужна новая государственная политика в области привлечения граждан к активной жизни в информационном обществе. Первое, что нужно, как я уже сказал, компьютерная грамотность. Обязательно это должно существовать и в федеральных программах, заложено в региональные бюджеты. Второй момент – это государственная политика в СМИ. Я считаю, что как раз вот те 70 миллионов – это люди, которые смотрят сериалы сейчас дома. И именно для них телевидение, радио будет таким очень хорошим, как бы, стимулятором для того, чтобы они все-таки подумали, что нужно что-то менять. Например, в тех самых сериалах, ну понятно, что там уже, по-моему, все темы прозвучали, и кровь там, и насилие, и все что угодно. Но мне кажется, очень интересные будут сюжеты, если будут сидеть. Но это же несложно сделать, ну просто там все равно уже люди, там выворачиваются мозги у всех, что писать. Ну вот посадить этих там каких-то женщин, мужчин, пусть даже пожилых, там сидят они на лавочке. Вот какая-то бабушка открывает ноутбук, по Wi-Fi связывается там с интернетом, рассказывает другим, вот я с кем-то познакомилась, с каким-то дедушкой или, наоборот, с молодым человеком, иду на свидание. Вот по скайпу общается и так далее, и так далее. Люди могут рассказывать, что это бесплатно, вот можно позвонить и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну это возможно, но почему-то таких идей нет. Для того, чтобы они, наверное, возникли, все-таки именно государство должно дать такой пинок, не знаю, Минсвязи или какой-то другой организации для того, чтобы все-таки это произошло. Затем мы считаем, нужны обязательные исследования, изучение обратной связи с населением. Потому что люди у нас очень умные, всегда подскажут, что нужно делать. Во всяком случае, что касается государственных электронных услуг и сервисов, они могут точно сказать, что нужно, что первое, что второе, что третье. И, конечно же, нужно еще и учить пользоваться вот такими сайтами, как госуслуги.ру, безусловно. Третье – это оффлайновые мероприятия, то есть обычные мероприятия, которые должны проводиться в регионах и в области как раз подготовки к пользованию государственными электронными услугами. Потом, я считаю, что должны быть мероприятия, посвященные вопросам духовной культуры и нравственности в информационном обществе, вопросам киберпространства для лиц с ограниченными возможностями, сложнейшие вопросы информационного права, интеллектуальной собственности надо поднимать. Все это возможно проводить. И люди, и вот мы эти мероприятия делаем, люди это воспринимают очень хорошо. Теперь я скажу, что агентство сделало для того, чтобы хоть как-то государство подвинуть на то, чтобы внести изменения в государственную программу информационного общества. И они вот на сегодняшний день все-таки чего-то мы добились, внесены. Сейчас я расскажу. У нас есть такой бренд. Уже в течение двух лет мы ездим по регионам, в понеделье сидим, 30 регионов объехали. Есть такой бренд, международный фестиваль «Электронное будущее», где мы проводим мероприятия и с профессиональным сообществом, и с обычными гражданами, как раз по той тематике, о которой я вам сказал. И очень интересно реагируют на все люди. Вот мы иногда привозим каких-то чиновников, приехали в Приморский край, которые, допустим, рассказывают о том, что какое благо цифровое телевидение. Цифровое телевидение – это, в первую очередь, понятно, технологии, куда вкладываются миллиарды, миллиарды, миллиарды рублей. А люди… Вот интересная вещь, да? Все-таки вот когда мы, опять же говорю, осваиваем технологии и вкладываем деньги в технологии, нельзя забывать об этой социальной составляющей. Люди встают тихонько и говорят этому чиновнику в зале, «Вы знаете, молодой человек, вы все правильно говорите, кто же откажется от такого блага, как цифровое телевидение? Конечно, мы хотим иметь 140 программ в хорошем качестве и так далее, и так далее, и так далее. Но вы знаете что? Вы лучше дайте нам одну программу, единственную. Ну, чтобы мы посадили рядом детей, и нам не было бы стыдно смотреть. Вот я был свидетелем такого диалога». Понимаете? Вот такая серьезная вещь. Другой выступает представитель, у нас понятно, что есть партнеры, спонсор, представитель телекома, и рассказывает о том, что какая у них компания, сколько они там, как они инвестируют, что они богатая компания, будут еще богаче и так далее. Простые люди встают и говорят, слушайте, ну вот если вы телеком, отмените стоимость роуминга в Российской Федерации. А там были представители Единой России, и кто-то так же сказал, смотрите, как вы поддержите. Единая Россия, единое информационное пространство. Как хорошо. Потому что все уже понимают, были какие-то технари, которые говорят, что сегодня стоимость этого роуминга и стоимость междугородной связи при существующей IP-телефонии, она не такая высокая, какая она была в 90-е годы. И очень интересно, мы действительно стали проводить такие мероприятия еще с конца 2009 года. Вчера я был в Пятигорске, мы проводили тоже мероприятие Международного фестиваля «Электронное будущее». И позвонил Жириновский во время мероприятия и говорит, вы знаете, мы увидели, чем вы занимаетесь. Мы в Государственной Думе эти вопросы подняли. Дайте нам информацию конкретную, где, что, какие регионы, что люди говорят. Мы это все поднимем, и мы считаем, что вы правы. Ну вот, к сожалению, так получилось, что именно не Единая Россия, хотя у нас на сайте написано «Единая Россия, единое пространство», а ЛДПР поддержала. Ну, главное, чтобы благо было для людей. Второй серьезный проект наш – это такое учебное пособие «Киберликбез». На сайте, на нашем rario.ru, можете посмотреть. «Киберликбез» – это такое пособие для компьютерно неграмотных людей. Мы тоже изучили ситуацию и поняли, что на сегодняшний день существующие очень хорошие учебники, электронный гражданин, какие-то есть пособия интеловские, микрософтовские, они, конечно, они правильные, но для обычного простого человека, русского, который живет здесь, который очень далек от компьютерных технологий, ему нужно совершенно другое, ему совершенно не годится вот это онлайн-обучение. Он страх должен сначала перебороть, потом кнопку нажать. Он боится, он не может, стесняется. Поэтому мы придумали такую книжку наподобие, вот, может, кто-то помнит, «Конька-горбунка». Вот из детства, да, хорошие иллюстрации крупные, крупный шрифт такой, аж, я не знаю, в сантиметр заглавные буквы, в полсантиметра остальные. Да, хорошая бумага, хорошо пахнет. И по две, по три строчки под картинкой, да, и начать с того, чтобы действительно сначала перебороть страх, потом, может быть, извиниться перед людьми, которые, перед поколениями, которые в 90-е годы были отброшены назад, какие-то теплые слова найти хорошие. А в конце обязательно, да, без всякой машинерии, вот я говорю, с учетом вот нашей российской ментальности, все просто-просто-просто написать. А в конце, допустим, добавить какие-то вот странички о том, как заказать билет. Опять же, очень-очень просто, да, очень просто. Как там можно купить лекарства, как вот обратиться в пенсионный фонд, как, я не знаю, получить какую-то информацию по налоговой, по коммунальным платежам. В общем, вот какое-то облегчение. Вот я удивляюсь, что до сегодняшнего дня такого пособия не было. Ведь это же, мне кажется, хорошие деньги можно было бы заработать. И вот сейчас мы подключили вот Пятигорский государственный лингвистический университет, Дальневосточный рыбный институт, там очень хорошие разработки. И на основе электронного гражданина, очень успешного учебника норвежского, мы пытаемся вот такое пособие сделать. Думаем, что к весне все будет готово. Еще одна проблема, тоже вот недавно у нас было в Сухуми совещание, буквально несколько дней назад, ученые из 50 регионов приехали, обсуждали такой предмет, как информатика. И говорят о том, что либо, то есть огромная проблема, учителей информатики нет, это одна проблема, информатика, учебник, не пойми, кто придумал, не пойми, что написано, устаревшие данные, детям жутко неинтересно. И подумали о том, что нужно поменять эту информатику, где в основном-то речь идет о технологиях, на какой-то предмет, который бы назывался, допустим, информационная культура или национальная информационная культура. Во-первых, нужно дать детям какие-то сведения, что такое информация, откуда все пошло. Если это с первого класса там идет, то хотя бы напишите что-то такое по-человечески. А там сразу вот это вот, ну не дифференциалы, интегралы, но что-то подобие вот таких вещей. И, наверное, вот мы считаем вообще, что такое учебное действительно может быть, но с первого класса нужно, например, научить детей какому-то образному мышлению. Вот это раз не информатика, ну да, информационная культура. И потом как-то вот рассказывать о каких-то серьезных вещах, даже, может быть, с учетом национальных моментов. Вот объехав опять же всю страну, ну не всю страну, но мы были вот на Северном Кавказе сейчас очень долго, и мы понимаем, что информационная культура в Ингушетии, в Чечне – это совсем другое. Это не Москва, не Тула, а Чукотка и Якутия – это совсем другое. Вот, поэтому тоже считаем, что здесь нужно очень хорошо поработать с нашими учеными, которые бы этот предмет переделали. И чтобы он был действительно такой кайфовый для обучения. И обращусь в заключение к тем, кто действительно занимается высокими технологиями, занимается продвижением всего лучшего, что накопила российская научная мысль. Не забывайте о тех, кто ничегошеньки об этом не знает. Не забывайте о большинстве населения этого страны. Сделайте что-то и для них. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.